Итак, вот мы сейчас проговорили, какие бывают психотипы, да, и для чего нам нужно знать это, что может измениться, если мы всё-таки научимся определять, кто перед нами. Итак, первое. Мы сможем легче понимать супруга, соседа, работодателя, клиента, любого своего собеседника. Мы будем его понимать, потому что мы уже будем понимать, как он выстраивает свою коммуникацию, что он хочет до нас донести. Нам будет проще и быстрее достигнуть успеха в переговорах, если мы, конечно, говорим и о бизнесе, хотя мне кажется, очень важно и с друзьями, и с коллегами научиться договариваться и, зная, к какому психотипу они относятся, нам будет это сделать легче. Эффективнее сможем привлечь покупателя или инвестора, потому что мы уже будем знать, как ему сделать презентацию, на что сделать акценты, как ему преподнести проект и вообще то предложение, с которым мы к нему пришли. И мы, естественно, можем собрать результативную команду, и, конечно же, вырастет наша личная производительность. Мы будем знать, на что нам терять время, на что не терять время, и нужно ли его терять или просто правильно его использовать. И что хочется сказать, что люди, они все разные, эти люди даже по-разному могут ставить какие-то цели. Хотя, если, допустим, цели одинаковые, то для каждого человека, даже так скажем, для достижения похожих целей, разные люди используют разную мотивацию. То есть, вроде бы цели одинаковые, а люди к ним идут по-разному и мотивируют себя по-разному. Вот у каждого есть своя мотивация, и у каждого есть свой основной побуждающий фактор. Это то, что заставляет его действовать. Что такое основной побуждающий фактор? Это движущая сила, которая мотивирует и ведет нас. Иногда подталкивает, а иной раз прям жестко заставляет действовать. Мы знаем, что мы часто были в такой ситуации, когда сами себе берем и говорим, хочу, не хочу, вставай, бери, делай. Потому что мы понимаем, что от этого зависит, не знаю, наша, не хочется говорить жизнь, но какое-то благополучие наше от этого зависит. Поэтому очень важно, какая движущая сила у нас есть. И она у всех разная. И для того, чтобы опять-таки понять, какая сила будет двигать данным человеком, с которым мы беседуем, нам надо понимать, ну, ее нужно выявить. Очень важно знать, когда мы идем на презентацию, опять-таки, когда мы хотим что-то предложить, очень важно знать, что люди не любят, когда им указывают. У них будет расти раздражение и недоверие ко всему, что скажем им мы, если мы им будем говорить, вот у тебя вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. И я знаю, как исправить вот это, вот это и вот это. Все, мы начали с критики. Мы начали с того, что мы указали ему на его недостатки, хотя они очевидны. Мы это видим, все это видят, все это знают и осознают. И он это знает и осознает. Он пока с этим живет, он не хочет, чтобы ему на это указали. Поэтому очень важно научиться вести беседу, чтобы не мы им говорили. Потому что для людей все, что говорят они, это правда. Неважно, что это правда, очевидная ерунда для всех окружающих. Для него это правда, это его правда. И только он сам должен прийти к тому решению, по предложению, с которым мы к нему пришли. Если понятно, я сказала. То есть мы ему приходим к нему с определенным предложением, но выстроить разговор нужно так, чтобы он сам сказал, да, мне это надо, я этого хочу. А не мы ему сказали, слушай, тебе это надо, потому что у тебя все очень-очень-очень нехорошо. И тебе это надо, чтобы тебе стало хорошо. Да? Вот посмотрите, ведь действия его будут одни и те же. Но если мы скажем, что их надо делать, он нас может далеко послать, потому что нам не разговаривать. Если он в разговоре скажет, да, мне это надо, он будет это делать. А для нас что? Для нас важен результат. Итак, какие бывают побуждающие факторы? Их, конечно, много. Мы выделили основные, которые полностью совпадают с тем, что дает участие в нашем проекте. Это дополнительный доход, это финансовая независимость, ну, при определенных действиях. Это собственный бизнес, это свободное время, личностный рост, помощь людям, другим каким-то людям, да, не только вот себе любимому. Это новые знакомства. Возможно, кто-то хочет уйти с работы, которая занимает, допустим, от 8 до 10 часов в сутки, да, когда человек идет и работает какой-то полный рабочий день. Кто-то хочет оставить наследство. Для кого-то важно будущее планеты. Все эти факторы заставляют и мотивируют людей предпринимать какие-то шаги, делать какие-то действия. Так вот, все эти факторы можно, или все эти желания, можно так сказать, можно удовлетворить, приняв предложение поддержать проект, приняв предложение войти в нашу команду. И здесь как раз очень важно выстроить разговор с человеком так, чтобы он сам сказал, я хочу финансовую независимость, я вижу, что в этом проекте я могу ее получить, я иду к тебе в команду. Вот это наша цель. И для того, чтобы достигнуть этой цели, для того, чтобы провести беседу, мы, конечно, рассказываем о проекте, да, но сначала мы выявляем основной побуждающий фактор. И для этого есть пять вопросов. Первое. Что для вас важнее всего в жизни? Почему вы выбрали именно это? Почему именно это является для вас наиболее важным? Что произойдет, если у вас не будет возможности получить это? И почему это вас так волнует? И смотрите, что мы делаем. В какой последовательности мы задаем эти вопросы? Что для вас важнее всего в жизни? То есть мы выявляем основной побуждающий фактор. Мы можем даже вот этот список распечатать на листок и предложить человеку сказать, вот, посмотри, и скажи, что из этого для тебя важнее всего в жизни. Ну и, допустим, он говорит, ну, мне нужна финансовая независимость. Или я хочу дополнительный доход, такой достаточно большой доход. Ну, давайте начнем, мне кажется, ну, проще всего финансовая независимость. И мы спрашиваем его, мы задаем ему второй вопрос. Почему выбрали именно это? То есть нам нужно понять, что изменится в его жизни, если он достигнет данной цели. То есть вот ему важна финансовая независимость. Давайте представим себе, что нам человек отвечает, почему ему это важно. Потому что он, я, наверное, все равно возьму один и тот же пример, потому что он мне больше всего нравится, и он больше всего подходит, и он больше всего понятен. Он говорит, я сейчас, у меня двое маленьких детей, я сейчас живу в двухкомнатной квартире, мои дети разнополые, живут в одной комнате. И когда у меня будет финансовая независимость, я смогу купить себе дом. Я хочу, чтобы у меня был дом, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Я хочу, чтобы моя жена тоже развивалась, она мечтает учиться. А сейчас ей приходится, она сидит в декрете по уходу за детьми. И мне хочется, чтобы у меня был большой двор, мои дети любят животных, а я в квартире не могу завести собаку, я хочу, чтобы у меня была большая собака. Я хочу, чтобы у меня во дворе был гараж на две машины, потому что сейчас мне приходится за стоянку платить. То есть вот в моей жизни, что изменится в его жизни, когда у него будет финансовая независимость. Он смотришь уже, достичь своей мечты, ему хочется большой красивый дом. Он сейчас рисует свою мечту, уже рисует, визуализирует ее практически. И вы понимаете, что когда он начинает рисовать эту свою мечту, начинает обговаривать детально, у него уже формируется вот здесь вот образ достигнутой цели, ему становится хорошо. Мы задаем ему третий вопрос, почему именно это для вас является наиболее важным. То есть мы усиливаем, мы закрепляем в подсознании собеседника картинку его достижений. Он сам выделяет наиболее важные аспекты. Он еще раз практически повторяет то же самое и говорит, ну как это для меня, потому что мне важно, чтобы мои дети имели каждый свою комнату, мог заниматься своим делом, высыпаться, заниматься каким-то хобби. Мне важно, чтобы этот двор был большой. Я хочу, чтобы там был газон, чтобы там был такой шатер, чтобы дети играли им, может быть, бассейн какой-то там ставить детям, чтобы они с собакой играли, бегали, они будут дышать свежим воздухом гораздо больше. Они будут более подвижные, то есть они будут хорошо развиваться. Если у меня будут финансы, моей жене не нужно будет идти после декрета на работу. Может быть, она пойдет там поучиться или там развивать свое хобби, и заняться потом любимым делом, тем, что ей нравится. Ну или, может быть, она будет домохозяйкой, она будет получать огромное от этого удовольствие, а не сейчас сидеть, переживать, что денег мало, быстрее бы детки подросли, их нужно там в садик в школу отправить, еще бежать куда-то на работу. Поэтому мне очень это важно. Мне важно, что если у меня будут деньги, мне не придется пахать так много, мне не придется, может быть, на вторую работу устраиваться, потому что дети начнут подрастать, и им нужно будет больше, чем сейчас. То есть он сам выделяет самые важные моменты, которые ему даст эта финансовая независимость. Он подкрепляет свои достижения. И тут мы говорим, что, а что произойдет, если у вас не будет возможности получить все это? И человек печально начинает думать, что вот его красивая картинка, вот его достижения, которые он только что нарисовал, они уплывают, и он будет продолжать делать все то, от чего он уже устал, от того, чего он не хочет делать, потому что сейчас он как бы со стороны на это посмотрел. Да, я работаю с утра до вечера, не вижу своих детей, они будут расти, а мне придется еще больше работать. Они чуть подрастут, мы их отправим в детский сад, и жене придется уйти на работу, мы совсем не будем видеться с детьми, мы будем только утром 15 минут, и вечером это плохо. Они будут расти в одной комнате. Я не смогу их отдать на какой-то спорт, потому что мне нужно будет там купить им зимнюю одежку и обувь, потому что они растут, размер увеличивается, все дорожает. То есть он какие-то видит такие негативные уже моменты, если он этого не достигнет. Он только что нарисовал себе красивую картинку, он только что как бы разукрасил ее, выделил наиболее важные положительные моменты, и мы начинаем у него вот эту картинку выдергивать, или его из этой картинки выдергивать. Да, он уже там сидит в кресле-качалке в своем доме, там на террасе, а мы уже начинаем его выдергивать. А если у тебя не будет всего этого, да? То есть мы возвращаем человека в то состояние, что я буду продолжать делать все то, что я делаю сейчас. И сейчас у меня нет этих достижений, потому что то, чем я занимаюсь сейчас, не дает мне этой возможности. То есть понимаешь, понимаете, мы этими вопросами даем возможность человеку самому все это проговорить. Не мы ему все это говорим, хоть мы со стороны это все видим, а он сам это все проговаривает, он в своем голове выстраивает как раз-таки вот эту вот цепочку, что будет хорошо, и как это хорошо может не произойти. В этот момент, когда он начинает говорить уже, ну, когда, скажем так, мы выдергиваем его из его мечты, из этой красивой картинки, то есть в реальность его возвращаем, он может даже начинать раздражаться, и это абсолютно нормально, он может злиться, он злиться на то, что у него действительно сейчас нет такой возможности, то есть это нормально. И мы говорим, ну почему это так вас волнует? Мы вот отбираем у него эту мечту, он говорит, потому что у меня этого не будет, а я буду делать то, что я не хочу, и он может еще дальше, ну, понимать, что еще ему придется делать, потому что он уже начал размышлять на эту тему, да, он только что красиво-красиво важность этого всего, вот этой независимости описал, да, все достижения, все, что у него, все цели, какие у него, ну, осуществятся, да, и как это для него важно, и как это здорово, и тут же, и тут же мы его перенаправляем в другую сторону, и он начинает все минусы, он сам анализирует эти минусы, он проговаривает эти минусы, да, и здесь он действительно может сказать, да, потому что вот действительно все, уже это надоело, вот такая вот ситуация, это нормально. мы как раз разбудили в нем все эмоции, мы поняли, что им движет, мы поняли, что для него важно, говоря о финансовой независимости, и вот тут, вот тут, мы как раз можем сказать, а теперь давай я тебе кое-что расскажу, я понял, я понял, что для тебя важно, я понял, что, какая у тебя мечта, я понял, какие у тебя приоритеты в этой жизни, я понял, чем ты занимаешься, вот, и теперь давай я тебе кое-что расскажу, и вот тут мы можем перейти к презентации, как раз понимая, кто перед нами сидит по психотипу, понимая его основной побуждающий фактор, и мы вот тут как раз четко можем сделать правильный акцент в презентации, потому что, смотрите, люди покупают по двум причинам, это такое обобщенное, выражение, да, покупают, то есть, входит в наш проект, можно тоже сюда подставить, но они покупают по двум причинам, когда им что-то очень нужно, то есть, вот нужда жизненно необходима, да, или когда они чего-то очень хотят, это мечта, это цель, это какое-то достижение для повышения самооценки, или как вот спортсмена, да, для следующей награды, следующей награды, следующее достижение, следующее соревнование, вот, то есть, либо им очень нужно, жизненно важно, либо это их мечта, и вот наша задача, как раз выяснить их настоящую потребность или желание, как только мы это поймем, мы знаем, как выстраивать беседу, нам с таким человеком будет легче общаться, это вообще очень важно в общении с любым человеком, не только, когда мы презентуем проект, не только, когда мы приглашаем его в бизнес, вот, это теория Алана Пиза про основной побуждающий фактор и про пять золотых вопросов, как понять, и как человека побудить самого рассказать, проанализировать, и самого, это как коучинг такой, да, он сам скажет, что ему нужно делать, не мы ему скажем, а он сам скажет, я понял, что мне нужно делать, вот, потому что Алана Пиза говорит, что никогда не нужно изменять то, что уже успешно работает, а вот эта система очень хорошо работает, уже она проверена годами, у нас даже для облегчения презентации, для облегчения, для начала, для того, чтобы облегчить начало разговора, мы даже выпустили такой макет визитной карточки, то есть вы можете обратиться к нашим сотрудникам, у нас есть очень много разных печатных материалов, и для своих команд заказать или рассказать, как заказать визитку, где с одной стороны, как на обычной стандартной визитке будет ваша информация, имя, фамилия, то есть там всю нужную информацию, какую вы хотите, а на обратной стороне будут как раз несколько пунктов основных побуждающих факторов, как раз те, которые мы выбрали, которые можно осуществить с помощью участия в нашем проекте, то есть если вы знакомитесь с человеком, даете ему, обмениваетесь вы визитками, и он говорит, ой, что это, сейчас, понимаете, вот человек повертел визитку, и там, ну, нестандартно, с одной стороны, стандартная та самая запись, к которой мы уже привыкли, да, информация о вас, а с обратной стороны какой-то список, он такой, ой, а что это такое, а там написано, для меня важно, и перечислены побуждающие факторы, и ты ему говоришь, о, кстати, это очень интересная вещь, посмотри, что для тебя вообще в жизни важно, все, у вас уже пошло выявление основного побуждающего фактора, вы уже можете с человеком поговорить, да, вы уже можете даже тут, если у вас есть время, задать ему эти пять вопросов, и быстренько прогнать его по вот этим вот эмоциям, и потом говоришь, слушай, у меня вот такой проект есть, даже если сегодня нет времени, да, у вас разговаривать, вот, как раз по этому поводу, вот, то, что вот ты выбрал, допустим, там, по личностному росту, да, или там, по финансовой независимости, у меня есть очень интересное предложение, очень интересный проект, давай мы с тобой в следующий раз встретимся, и я тебе расскажу, да, но вы уже понимаете, с какой стороны к нему нужно заезжать, с какой стороны собирать информацию, какую информацию им нужно собирать и это самое, подавать, вот, поэтому, вот, есть три шага, чтобы успешно договориться с собеседником, как резюмировать, да, первое, это определить свой стиль поведения, потому что мы же тоже относимся к кому-то из этих командир, звезда, дипломат или гуманист, определить стиль поведения другого человека, чтобы и применить вот эти новые навыки, новые знания в нашем общении, то есть выстроить какую-то определенную, как сказать, определенный способ общения, донесения информации с этим человеком для того, чтобы в конечном итоге можно было прийти к успеху, кстати, очень хорошая картинка, всем желаю от старта дойти до успеха и знайте, что этот путь, он может быть сложным, он может быть тернистым, он может быть ступенчатым, но это всегда ступеньки вверх, что бы ни происходило, любые проблемы, любые препятствия, которые вы преодолеваете, это еще одна ступенька вверх, и я всем желаю, чтобы вы не боялись этих трудностей, как мы говорили, когда мы ставим цель какую-то, ну, для себя, мы намечаем путь, если мы предполагаем, что на этом пути есть какие-то препятствия, и мы можем их предусмотреть, или мы понимаем, что в 100% мы с ними столкнемся, то мы тут же сами прописываем для себя, как мы будем их преодолевать, то есть мы уже к этим препятствиям готовы, мы уже знаем, какие нужно будет совершить действия для того, чтобы их преодолеть, чтобы их преодолеть, поэтому я желаю вам идти к успеху своему по ступенькам вверх, чтобы вы обязательно достигли своих целей, чтобы у вас все получилось, и со своей стороны хочу сказать, что мы всегда на связи, и если есть какие-то вопросы, если нужна какая-то помощь, пожалуйста, подключайтесь к вебинарам, пишите в личку, пишите в чаты, у нас есть очень хорошие чаты, где мы, каждый делится своим опытом, каждый может ответить на ваши вопросы, чтобы ни вы, ни ваша команда никогда не оставались где-то в стороне, на следующем вебинаре, это будет, наверное, недели через две, мы поговорим о сопровождении, что мы дальше делаем со своими командами, вот мы их учим вести беседы, мы их учим делать презентации, да, но дальше, когда они начинают работать, наши партнеры, наши коллеги, наши команды, все-таки очень важно их каким-то образом поддерживать и сопровождать, и обучать, особенно, если это новички, которые к нам пришли, и те новички, которые хотят строить команду, которые хотят работать, ну вот, и мы поговорим о том, как поддерживать таких людей и как научить их работать с возражениями, что мы делаем, как мы реагируем на те возражения, с которыми мы встречаемся, то есть, если раньше мы их боялись, новички обычно их боятся, эти возражения, то когда мы подкованы, или когда мы пошли, прошли какой-то большой путь с компанией, да, то мы уже не боимся этих возражений, и очень важно, чтобы мы научили своих людей, которых мы приглашаем в команду, тоже не бояться этих возражений, и работать с ними. Итак, о поддержке и о работе с возражениями мы поговорим на следующем вебинаре. А сегодня я благодарю вас за внимание, благодарю за то, что подключились, посмотрели вебинар, за то, что напрямую подключились. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok